Так, сейчас я попытаюсь показать приём на пределе чувствительности диген в сравнении с малахитом. Вот станция на 1602 кГц. Слышно сейчас малахит, как работает. Теперь попробуем включить диген. Вот. Максимум громкости здесь стоит. Громче, к сожалению, не сделать его. Вот сейчас почти не слышно станции здесь. На телескоп такой же длины. Ушла, да? Вот. На малахит слегка что-то слышно. Вот опять чуть-чуть станция вышла из-под чума. Сейчас диген включен. Что-то слышно. Но от меня комментарий такой, что... Вот сейчас я ещё крутил ту же станцию на 828. Вот на самом пределе чувствительности, когда сейчас и телескоп короткий, да, видно здесь, они укорочены. И имеем уровень, дневной уровень атмосферных шумов, малахит слегка выигрывает у дигена. Вот то, чего не было мне заметно при просушивании в вечернее, в ночное время, когда уровень шумов повыше, там работают примерно одинаково они по чувствительности. Хватает чувствительности дигена уже на таком уровне шума. Но вот на пределе чуть-чуть более чувствительным оказался малахит. Ну, заодно сейчас покажу, как работает в нём функция noise reduction. Интересная достаточная вещь такая. Так, сейчас я настроюсь на 828 кГц. Вот, слышно, да, как сейчас звучит. Теперь я включу noise reduction. Вот, можно обратить внимание, что даже разборщик встречи, пусть и на слабом сигнале, но с этой функцией становится лучше. Сейчас я включу диген, это 128 тоже, для сравнения. Вот, здесь уже ситуация получше, но здесь сигнал не такой слабый. Вот, тут диген максимально громче-то. Вот малахит. Но с функцией, но с и дальше. Неплохо слышно, да. Вот, малахит. Сейчас обратно отключу noise reduction. Ну, вот на сигналах, те, что чуть посильнее, да, над шумом, уже кажется, что мразится, обусловно, ставит динамиком. Ну, вот на пределе, все-таки малахит пусть выигрывает. Ну, вот, на пределе, все-таки малахит пусть выигрывает. Спасибо.